Рассуждение звезды поддержали не все ее подписчики в Инстаграм. Ксения Собчак продолжает продвигать свои правила жизни и своеобразное понимание искусства, отношений между людьми и много другого. Очередной свой пост в социальной сети и Инстаграм скандальная ведущая посвятила индивидуальности и способам самовыражения творческих личностей. Они, по ее мнению, обязательно должны твердо стоять на своем, отстаивать свое мнение, пусть даже используя для этого скандалы и матерщину. А всех, кто не ведет себя подобным образом, идеально хороших, компанейских и правильных людей, Собчак называет серыми и убогими. Кажешься милым и хорошим, тебе простят почти все. Хороший в смысле, что серый, убогий, не опасный и, соответственно, уютный для моей самооценки. Рядом с таким любая посредственность чувствует себя на высоте, уверена журналистка. Как пишет сайт КР. Росветская львица считает, что всем, кто хочет как-то проявить себя, нужно выпендриваться, в тексте, опубликованном Собчак в Инстаграм, стоит нецензурный вариант этого слова. Причем это касается любых сфер, кино, театр, искусство, жизнь, в конце концов. Кстати, эти рассуждения неоднозначно встретили подписчики Ксении. Они отмечают, что самовыражение, конечно, самовыражением, но отстаивать свое мнение можно и не используя мат. Больше по теме Ксения Собчак впервые попробовала лапшу быстрого приготовления. Известный блогер Амиран Сардаров предложил ей побыть ближе к народу. Напомним, портал телепрограмма. Про сообщал, что не так давно известная ведущая перестала скрывать свои чувства к режиссеру Константину Богомолову, роман с которым, при имеющемся, кстати, мужа, ей приписывали последние несколько месяцев. Все точки на Дай Собчак со своим супругом расставила 8 марта, написав в своем Инстаграм о том, что они расстались. Субтитры создавал DimaTorzok